Вернуть на родину украинского моряка требовали жители села Безыменная. Как прошел митинг? Видел Ростислав Сусоев. В Макеевке растет количество инсультов. За полгода в больнице обратилось около 800 человек. В чем причины и как себя обезопасить узнавала Евгения Алдошина. Аварийная ситуация на дорогах Краматорска. В городе третий день не работают светофоры. В ситуации разбиралась Ольга Сапронова. Из поролона пластика и ткани в сказочные герои. Донецкая мастерица шьет ростовых кукол. Подробности знает Инга Лапикова. Прекратить уголовное преследование рыбака и отпустить его на родину. Этого от российских правоохранителей требуют жители села Безыменная. Сегодня они собрались, чтобы поддержать своего земляка Александра Федоровича. Напомним, 17 июля российские пограничники преследовали катер с украинскими рыбаками. Лодка перевернулась. Четыре человека погибли. Выжил только один. Сейчас мужчина находится в российском Ейске. Против него открыли уголовное дело по факту браконьерства. Больше расскажет Ростислав Сысоев. Вдоль побережья села Безыменная до границы с Россией несколько десятков километров. В сторону восточного соседа месяц назад отправилась лодка с местными рыбаками. В море вышли пять человек. После столкновения с судном российских пограничников выжил один из них. Уже почти месяц идет. Даже следствие ничего не знает. За месяц, мне кажется, можно было что-то сообщить, что-то сказать. Трагедия коснулась и семьи этой женщины. Она потеряла супруга, ее дочь, отца. Всего после июльского происшествия осиротели семеро детей. Так можно поступать с людьми? Скажите, взять и задавить, оставить детей без отцов и без мужей. Из Новоазовска на митинг приехали братья единственного выжившего рыбака. С Александром Федоровичем они общались по телефону. Теперь уверяют, что их родственник преступных действий не совершал. Они требуют вернуть его домой и освободить от уголовной ответственности. Пока же украинцу, которого будут судить в российском Ейске, грозит два года тюрьмы. Ну, он больной, он требует лечения. Все болит у него. Он срочно требует лечения, а там такого не оказывает. Обвинять его в чем-то без доказательств они вообще не имеют права. То есть, для того, чтобы возбудить уголовное дело, должны быть прямые доказательства, которые свидетельствуют о виноватности. Украинские рыбаки не занимались браконьерством в нейтральных водах, уверен этот мужчина. Его семье принадлежала лодка, которую протаранили российские пограничники. Роман заверяет, что в судне не было сетей, удочек и других рыболовных снастей. Просто людей взяли, задавили. Зашло и прошло. Люди пошли в море проверить двигатель. Гидравлику делали, они вышли. Заодно там покататься, что они там хотели. Акцию в поддержку украинского рыбака провели возле сельского совета. По подсчету милиции здесь собрались около 200 человек. Митинг в поддержку моряка Федоровича длился 25 минут. После этого всех собравшихся призвали оставить подписи под обращением к руководству страны. Я думаю, будет хорошо пользоваться. Абсолютно все подпишутся. Большинство села. Это не только безземная и самсоновая, широкая на многие люди нашего региона, за то, что подпустили человека. Полторы сотни подписей уже было собрано, когда рядом стояла очередь желающих письменно поддержать земляка. После собрания организаторы планируют отправить эти обращения в администрацию президента, в кабинет министров и Министерство иностранных дел. Надеются, что вмешательство руководителей страны поможет Александру Федоровичу вернуться на родину. Расислав Сысоев, Роман Фролов, Панорама. Депутат Горловского горсовета найден мертвым в Крыму. Эту информацию нам подтвердили в мэрии города. 34-летнего Дмитрия Головченко обнаружили возле железнодорожных путей. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Самоубийство, умышленное убийство и несчастные случаи. С июня прошлого года он работал главным инженером Государственной службы автомобильных дорог Крыма. Похоронят Дмитрия Головченко в его родном городе Светлодарске. Отчаяние и болезнь ребенка толкнули его на преступление. В этом уверена жена подсудимого Андрея Калугина, обвиняемого во взятии заложников в кредитном союзе. Ее показания заслушали сегодня на очередном заседании суда. Напомню, в марте клиент фирмы по выдаче суд ворвался в помещение организации, угрожая ножом. Требовал от сотрудников вернуть его деньги. Во время конфликта пострадала одна из работниц. Елена Антонова продолжит. Слушание дела проходит в закрытом режиме. В зал не пускают ни журналистов, ни родственников подсудимого. На этом настаивала пострадавшая. На очередное заседание пригласили ее отца и жену обвиняемого Андрея Калугина. Его супруга рассказывает, в фирме по выдаче суд надеялись взять кредит на лечение ребенка-инвалида. Даже заплатили 3,5 тысячи первоначального взноса. Но денег так и не получили. Женщина уверена, на преступление муж пошел из-за отчаяния. Они обещали через 3 дня эти деньги выдать, но они не выдали. Они все равно звонили, через 2 недели, через 3 дня вы получите деньги. Так мы не получили. Друг, которого мы занимали 500 долларов, звонил все время. Андрей, ну ты просил на 3 дня? Как это? Сама пострадавшая от камер прячется. По словам ее отца, у девушки остались шрамы на руке, шее и лице. Мужчина уверен, подсудимый мог даже убить его дочь. Поэтому настаивает на максимальном наказании для обвиняемого. В 16 годах лишения свободы. Человек резал человека и требовал денег. С отца, с фирмы. Все равно было с кого. А человеческая жизнь для него ничего не значит. Если бы не кисть с дочерью, ее бы не было сейчас в этом зале. Адвокат подсудимого заверяет, ее подзащитный вину признает. Однако настаивает, это был не захват заложников, а хулиганство. Я буду стараться все-таки добиваться переквалифицирования статьи. Я так думаю, что просто была такая ситуация, когда у него сдали нервы. То есть не шел он целенаправленно, не хотел он специально захватывать, не хотел он убивать. Более того, я думаю, что если бы там корректно, когда отнесли сотрудники кредитного союза, то такой ситуации бы не дошло, даже при том, что они ему не давали деньги. Следующее заседание суда состоится уже завтра. На нем планируют допросить остальных свидетелей по делу. Елена Антонова, Александр Пугачев, Панорама. В Володарском районе горело лесополоса. Пожар произошел на территории Мало-Янисольского лесничества. Тушить пламя пришлось несколько часов. Об этом сообщают в Донецкой областной службе. По чрезвычайным ситуациям огонь уничтожил 25 гектаров сухой травы. Пострадало также более 4 километров лесной земли, покрытой опавшими сучьями и ветками. Чтобы потушить пожар, потребовалось 9 спецмашин и около полусотни спасателей. Бороться с пламенем помогали и работники лесничества. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются. 36 за последнюю неделю. Столько случаев инсультов было в Макеевке. Об этом сообщили в Горздравотделе. Медики связывают большое количество пациентов с таким диагнозом, в том числе и с жаркой погодой. Как себя обезопасить, выясняла Евгения Алдошина. Это неврологическое отделение рудничной больницы Макеевки. Ежедневно с инсультом сюда попадают от 2 до 10 человек. Елена Гадына здесь уже больше недели. Диагноз – сужение сосудов головного мозга. В воскресенье мне стало плохо. Ночью я упала в обморок, мне вызвали скорую, но я отказалась ехать. Думала, что я смогу сама справиться со своей болезнью. Вот в понедельник я перележала, а во вторник мне стало еще хуже. Тоже голова окружения, потеря ориентации в пространстве. Я не могла встать с кровати, вот рвота. К инсульту могут привести около 150 недугов, отмечают медики. Среди них болезни сердца, гипертония и сахарный диабет. Количество инсультников увеличивается с наступлением жары, рассказывают врачи. Симптомы инсульта совершенно разнообразные. Начиная от головной боли, от анемии, в какой-то конечности, с одной стороны. Может быть нарушение глотания, может быть двоение предметов, головокружение, тошнота, рвота. То есть очень полиморфная симптоматика, очень полиморфная. Инсульт уже перестал быть возрастным заболеванием, рассказывают врачи. С каждым годом он молодеет. Три года назад у нас вообще было, как бы одновременно находилось в отделении, три молодых человека по 18 лет, причем с очень тяжелыми инсультами. Надо не курить, алкоголь употреблять умеренно и полчаса в день заниматься физическими упражнениями. Очень много происходит переедания, лишний вес у людей. Инсульты могут привести к инвалидности и даже смерти. Только за последние полгода от этого заболевания в Макеевке умерло около 200 человек. Медики призывают, чтобы предотвратить тяжелые последствия, при наличии симптомов нужно сразу звонить в скорую помощь. Евгения Алдошина, Евгений Сысоев, Панорама. Консул Германии уезжает из Донецка. Его дипломатическая каденция завершилась. В угольной столице он проработал 4 года. Сегодня Клаус Циликинс попрощался с губернатором. Андрей Шишацкий поблагодарил его за работу и вручил почетную грамоту. В Берлине экс-консул возглавит департамент Министерства иностранных дел по поддержке немецкого бизнеса за рубежом. Приемник Циликинса должен прибыть в Донецк в течение нескольких дней. Мы пытались дать стимули на разные направления. Экология, энергоэффективность, промышленная культура. Мое впечатление, что это было принято, очень позитивно здесь. Я хотел бы сказать спасибо большое всем. Я надеюсь, что отношения между нашими странами и, естественно, между областью и Германией ни в коем случае не пострадают, а будут развиваться. У нас много есть что делать, в том числе с помощью немецких денег и оборудования. В Краматорске не работают светофоры. Их отключили из-за неуплаты за электроэнергию. Такая ситуация в городе уже несколько дней. Количество ДТП увеличилось. Кто будет решать проблему, выясняла Ольга Сопронова. Это перекресток в центре Краматорска. Мария Шерстякова говорит, перейти дорогу здесь сложно. Водители не сбавляют скорость. Переходить ее не получается. Ее получается только перебегать, что достаточно опасно. Мне еще как молодой более-менее удается. А вот, допустим, моей бабушке, наверное, это было бы затруднительно. Светофоры надо срочно включить. Переходить невозможно. Машины ездят и так, и так. Так мне ладно, а пенсионерам как? Василий Бондаренко за рулем 35 лет. По его наблюдениям, из-за неработающих светофоров на дорогах постоянно создаются аварийные ситуации. Сегодня на его глазах чуть не сбили мужчину. Вот только что, буквально, вы ушли туда, человек не погиб. Вот машина не пропустил пешехода. Очень тяжело передвигаться по городу. Большие пробки на дорогах. Много аварий. Пешеходам трудно переходить, во-первых, дорогу. Сильно загруженные дороги. Светофоры не работают уже три дня. По данным милиции, за это время количество ДТП выросло в два раза. Несмотря на отключенные светофоры, регулировщиков на перекрестках города нет. В ГАИ ситуацию комментировать отказались. Как нам стало известно, светофоры отключили из-за долга по электроэнергии. В мэрии рассказали, что деньги предприятию, которое занимается обслуживанием этого оборудования, перечислили неделю назад. Но казначейство заблокировало счет. Казначейство комментировать ситуацию не будет. В первую очередь, воплачиваются защищенные статьи. В первую очередь. Это заработная плата, стипендия, питание, медикаменты. Пока казначейство не перечислит деньги предприятию за электроэнергию, светофоры в Краматорске работать не будут. Сколько дней еще не будут регулироваться перекрестки, ни в одной службе нам не сообщили. Ольга Сопронова, Кирилл Иванов, Панорама. А в Мариуполе появится почти два десятка новых светофоров. Их расположат на пешеходных переходах и перекрестках по проспекту Строителей и улице Ловицкого. Местные жители несколько лет просили установить регулирующее дорожное движение устройства на этих участках дороги. Подробнее в следующем сюжете. Галина ежедневно переходит проезжую часть на пересечении проспекта Строителей и улицы Ловицкого. Признается каждый раз, опасается попасть под машину. Очень сложно. И этот светофор уже лет семь точно пишут, просят, чтобы установили. Потому что вон летят как сумасшедшие, невзирая ни на кого. Вот в суд идут старики-пенсионеры. Вот рынок. Вот тут стоматология. Вот школы. Дети идут. Никто не обращает внимания. На аварийном участке дороги установили восемь металлических опор. Два светофора уже полностью смонтировали, рассказывает Павел Мороз. Вытягиваем кабеля для подключения. Монтаж очень сложный светофоровый ли? Не сложный. Сложного ничего нет. Перекрестки оборудуют современными устройствами. На каждом табло отсчета времени. Все объекты антивандальные. Светофорный объект оснащен линзами противовандальными. Их даже мы пытались еще при процессе подготовки проверить. Проверяли ударами. И все, линза вгибается и возвращается обратно. На установку светофоров из городского бюджета выделили более 200 тысяч гривен. Светофор, который с таблом отсчета времени стоит порядка 7 тысяч, 7 тысяч 200 гривен. Без табло отсчета времени стоит 5,5 тысяч. И простой пешеходный светофор стоит порядка 2 тысяч гривен. Заработают новые светофоры уже к 1 сентября. Екатерина Пороханяк, Панорама. В Донецке рассмотрели концепцию развития велосипедной инфраструктуры. В ее основе консультации с общественностью и опыт европейских стран. Создание сети велодорожек – один из этапов реализации этого проекта. Они появятся во всех районах города. Больше расскажет Дарья Захарова. В плотном потоке машин Дарья ежедневно добирается на работу. 30 километров за полтора часа она проезжает с легкостью. Говорит, велосипед для нее не просто средство передвижения, а образ жизни. Девушка признается, в Донецке велосипедистам на некоторых участках дороги передвигаться сложно. Если бы были отделенные велодорожки где-то, то было бы гораздо удобнее. Во-первых, и новичкам, которые начинают кататься, и людям, которые просто относятся к себе достаточно осторожно, не выезжая на опасные участки, просто ездят по пешеходным зонам. В Донецке уже разработана концепция развития велосипедной инфраструктуры. Это велодорожки, специальные парковки, пункты проката, а также система указателей и дорожных знаков. Сейчас на карте города обозначено 15 веломаршрутов. Их общая протяженность – 62 километра. В концепции мы прописали, что при реконструкции существующих улиц, даже если находятся вне маршрутов, предложенных на данной карте, необходимо учитывать велосипедные движения, интересы велосипедистов. И при необходимости там проектировать обособленные велополосы, совмещенные с тротуаром, совмещенные с проезжей частью и так далее. То есть данное видение велосипедного движения – это не окончательно, это не точка. Велодорожки будут в большинстве районов Донецка, говорят в Горсовете. Первую откроют уже к концу лета на левом берегу Кальмиуса между бульваром Шевченко и проспектом Ильича. Вторым этапом мы заканчиваем проектирование и будем сейчас этот проект согласовывать со всеми необходимыми службами. Это создание велосипедного движения по тротуарной части улицы Артема на участке от Таманского проспекта до площади Ленина в обоих направлениях. План реализации велоинфраструктуры в Донецке рассчитан до 2021 года. Дарья Захарова, Антон Шульга, Панорама. В Мариуполе стартовала парусная регата на кубок Владимира Липорского. Соревнования яхтсменов, посвященные памяти бывшего директора металлургического завода, проходят уже 14-й год. В морских состязаниях участвует более десятка спортсменов из Мариуполя, Бердянска и Алчевска. В первый день регаты в море выйдут опытные яхтсмены, завтра свои силы, у штурвала попробуют и юниоры. Участникам предстоит преодолеть путь к обеточной косе, расположенной в районе Бердянска, и вернуться обратно. В среднем это займет двое суток, но пока старт откладывается из-за отсутствия ветра. Организаторы парусной регаты обещают, состязания состоятся независимо от погоды. Всегда пойдет ночной бриз. И все опытные яхтсмены это знают, и они будут прижиматься ближе к берегу и готовиться к ночному ветру. Если все же останется штиль в данной ситуации, возьмем их на буксир, протянем до ближайшей ветровой зоны. Черепаха-ниндзя, Маша и Медведь, а также белка из ледникового периода. В Донецке мастерица шьет кукол великанов. Из поролона и ткани она создает сказочных и мультипликационных героев. За процессом работы наблюдала Инга Лапикова. Свою первую куклу Лариса Юренко пошила пять лет назад. Именно тогда ателье, где она работала, закрылась. Женщина рассказывает, поначалу не все получалось. Много материалов просто выбрасывала. Ошибок было море. Поролон изрезало море. Ткань выбросилась тоже. Было, с одной стороны, жалко всего этого, с другой стороны, но каким-то образом надо было себя реализовывать. Пошив одной куклы занимает от шести до десяти дней. Сначала вырезается заготовка из поролона. Потом шьется одежда и обувь. Создается лицо. Здесь будет, смотри, кошечка, непонятно еще в работе. Здесь, получается, ручки будут. То есть, вот эта штучка будет одеваться на человека. Естественно, здесь будут еще глаза, такие объемные, большие, с веками, с ресничками. Будет ротик. То есть, это будет ходить куросанчик, улыбаться. Сейчас мастерица работает над козой. Ее заказала одна из фирм для вечеринки. Для пошива куклы Великана женщина использовала несколько тканей. Ресницы сделала из пластиковых бутылок. Здесь идет поролон. Поролоновая основа большая. И в носу здесь тоже поролончик. Тканюшечки разные. Ткани я выбираю такие, которые удобно потом чистить. Я каждую куколку вылизу. Это для меня как ребенок. Потому что очень много времени уделяю ему. Потому что здесь все ручная работа. То есть, каждый шовчик это прошит вручную. Здесь на голове вообще нет ни одного шва какого-то, который на машинке сострочен. Всего в коллекции Ларисы Юренко более 400 работ. Есть персонажи и из мультфильмов. Например, «Черепаха-ниндзя». И одевается эта штучка такая вот. Ну, как-то вот так. Как ребеночек. Так выглядит заготовка ростовой куклы. Это девочка из мультфильма про Машу и Медведя. Для нее также пошьют сарафан и косынку для большей схожести с мультипликационной героиней. Ко дню города Ларисе заказали жарптицу. Ее покажут во время праздничного карнавала. Уже готов металлический каркас. Она будет в тонах желто-оранжево-красных с голубыми проблесками. То есть, это будет очень яркая, красивая птица. Зеленая как будто будет ехать по дороге гора. Такая горочка. Уступчик с цветами, с ромашками, с белыми. На котором будет сидеть такая вот яркая, красивая жарптица. Рост таких кукол 2-2,5 метра. Стоит работы мастерицы от 1,5 до 5 тысяч гривен. Инга Лапикова, Владимир Ребриков, Панорама. И таким вот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите наши новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всем доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова